Одесская мэрия планирует отдать часть земли, принадлежащей одной из котельных компаний, которая занимается строительством. Речь идет о котельной Чубаевка, расположенной в районе Большого фонтана. Если данный проект поддержит депутата городского совета, под застройку может уйти 89 соток дорогостоящей земли. Интересные схемы придумывает наша мэрия для разворовывания земли, принадлежащей громаде. Сначала выдвигается какая-нибудь весьма благая цель, а затем под шумок. Мэрия об этих целях забывает, а вместо благих намерений возникает что-то совершенно им обратное. Например, задумала городская власть оснастить город пожарными депо. Ну, чтобы если вдруг пожар какой, чтобы машины могли побыстрее доехать до места ЧП. И для этого собирались повыделять землю в разных частях города аккурат для этих целей. С участками определились, землю выделили. Но вот незадача. Место депо стали на этих участках вырастать всякие там высотки и прочие элитные строения по-богатому. Все время такой известный объект на площади 10 апреля. Такие три большие башни, где живет и городской голова. Там, насколько я помню, должно было быть тоже депо. На сегодняшний момент там не депо, а оздоровительный комплекс с бассейном, с тренажерными залами. В общем, это все ввиду, что очень часто под определенный землеотвод, под строительство каких-то высотных домов общественность убаюкивали либо успокаивали тем, что будут строиться пожарные депо. Еще один такой участок находится на улице Неделина. Это Фонтанский район. Вернее, часть территории Котельная Чубаевка. Как пишет издание «Избирком», земельная комиссия Одесского гурсовета через два месяца после дачи согласия на разработку земельной документации уже согласовала предоставление в аренду документации на участок 89 соток на улице Неделина 82А для ООО «Софийский инвест». Как передает Центр публичных расследований, речь идет о части территории Котельной Чубаевка. Гурсовет уже продал строения на участке в 636 квадратных метров. Теперь под них, если проект поддержит сессии, отведут 89 соток дорогостоящей фонтанской земли. Я помню заседание комиссии по ЖКХ, жилищно-коммунальному хозяйству, когда сидел представитель ГСЧС. И когда задали ему вопрос, вот вам подходит этот адрес, я сам лично спрашивал, он сказал, да, это хороший адрес, очень удобная развязка и так далее. И все мы говорили и знали о том, что там будет пожарное депо. В итоге это имущество городом было началось сдано в аренду за очень короткий срок, потом было продано, а на сегодняшний момент уже есть решение, сессия городского совета, первая сессия о даче согласия на разработку проекта землеотвода. Интересно, однако, получается. Хотели одно – получаем другое. И все это абсолютно законно, свежо предание, но верится с трудом. Зато вот что по этому поводу пишет тот же избирком. ООО «Софиевский инвестор» не давала объект в июле 2016 года, а получила согласие на приватизацию 26 июля того же года в рекордно короткие сроки. Более того, как отмечает издание, согласно данным консолидированной системы доступа к данным открытых государственных реестров «Юконтрол», предприятие связано с фирмой, которая начала строительство высотного здания на свайном поле Дворца спорта «Менеджмент Инвестментс». Основной вид деятельности этих компаний – строительство жилых и нежилых строений. Кроме того, ряд лиц фигурируют в других объектах групп компаний «Будова». Однозначно мы все прекрасно понимаем, что так быстро, так оперативно, да еще заменить пожарное депо, скажем так, и получить возможность строить высотное жилье, по большому счету это могут только компании, которые близки к городской власти. То есть я не представляю, допустим, кто-либо из застройщиков, скажем так, мог бы получить такую возможность, даже тут не проводя какие-то там параллели, но по большому счету, зная, что и как происходит в нашем городе, я однозначно могу утверждать, что пролоббировать строительство высотного жилья вместо пожарных депо могли компании только близки к городской власти. Ну что ж, разбазаривание детской земли продолжается полным ходом, только стоит отметить, что те розовые картинки, которыми обычно перед принятием того или иного решения оперируют команды головы, уже никого не обманывают, потому что такие благие намерения нынешней власти устилают дорогу в пропасть. Впрочем, до дна уже близко.